Зеленский призвал Запад усиливать санкции против РФ. Российская Федерация постепенно наращивает активность атак шахедами. Страна-агрессор до сих пор может использовать западные компоненты, поэтому санкции должны усиливаться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает новости Украина со ссылкой на его вечернее обращение. Глава государства отметил, что за октябрь против Украины было применено более 2000 шахедов. Атаки происходили буквально каждые сутки. Такое количество шахедов — это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор, сказал президент. Зеленский уточнил, что все это поставляется в Россию из-за рубежа. Многие микровзносы в постоянный российский террор поступают от компаний из Китая, Европы и Америки. Это в свою очередь вновь возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. В частности для того, чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против страны-агрессора за начатую войну, так же как с шахедами, с российскими ракетами. Все они содержат компоненты из других стран. Бороться против российских ударов – это значит бороться в том числе за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций – это преступление против людей и мира, заявил Зеленский. Президент добавил, что именно такие схемы позволяют РФ помогать наращивать мышцы режимам в Иране и Северной Корее. Это глобальная угроза, и только глобальным, социальным давлением это можно преодолеть, резюмировал Владимир Зеленский. Ранее новости Украина сообщала, что в октябре по сравнению с сентябрем 2024 года количество примененных шахедов против Украины стало больше практически на треть. По словам главы украинского МИД, в среднем за сутки враг использовал 62 дрона, что больше, чем 44 БПЛА в первом месяце этой осени. В частности за сегодня, по словам министра, РФ запустила по Киеву и другим городам 71 дрон. В связи с этим Сибига призвал Запад к двум действиям. Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора, написал он в соцсети Х.